С начала этого года в Нижнем Новгороде уже около 2000 бородячих собак стерилизованы и привиты. И к концу года эта цифра должна вырасти до 3000. В Нижнем Новгороде продолжается городская программа отлова собак. Пойманных бородячих животных проверяют ветеринары и кинологи. Стерилизуют, делают прививки от бешенства и если в течение 10 дней не найдется хозяин, выпускают обратно на улицу. Сумма, выделенная на отлов собак в этом году внушительная – 9 миллионов рублей. Этого хватит на 5000 животных. Однако в связи с налаживанием технологии отлова все деньги освоены не будут. Загвоздка отчасти и в том, что центр передержки вмещает в себя только 200 собак. А новый дом для животных будет построен лишь в следующем году. Надо, чтобы они тоже содержались в нормальных условиях на сегодняшний день. Там условия нормальные, но там можно разместить. Это как технология производства. Если на определенную операцию надо определенное время, то есть медик должен нормально обследовать собаку, ветеринар. А не так, что сразу 10 к нему привезли. Он на глазок определил, кто больной, кто здоров. Дальше отправил. Но уже сейчас можно помочь сотрудникам зоозащиты взять себе питомца. Выбрать его можно через сайт благодворительного фонда по адресу сострадания.нн.ру. Здесь можно найти себе пса любого возраста, размера и, кстати, даже породы. Участили случаи, когда на улицу выбрасывают здоровых, неагрессивных и породистых собак. Бездомные животные – переносчики опасных заболеваний и, в первую очередь, бешенства. Но на сегодняшний день в Нижнем Новгороде не зафиксировано ни одного очага заражения. Ситуация в районах области не так оптимистична. В восьми районах сейчас действует карантин по бешенству и еще три района в зоне риска. Алексей Александров, Мария Ульянова, Иван Масов. Объективно ННТВ.